Всем привет-привет! В этом видео я покажу вам покупки в Икеа. Мне довелось съездить в Казань, такая внеплановая поездка, и я успела сделать некоторые покупочки, но перед этим покажу вам буквально 4 вещи с сайта Ромли. Этот свитер вы могли уже видеть в одном из видео, как раскрутить свой Инстаграм. Он очень теплый, приятный к телу, и довольно обычная вязка, и сам он выглядит такой классический. Просто в зиму для теплоты очень хорошо подходит. Давно я уже не обновляла никакие леггинсы для стрит-пластики, поэтому решила себе заказать вот такие черные, и по бокам, по всей длине идет такая сетка. Такие модели можно найти на любых китайских сайтах. У многих девчонок я даже уже видела, по-моему, в клубе такие же, и на смену тоже решила себе заказать. Также у меня здесь не совсем, конечно, зимний вариант. Это обычный блюд. Вот если предыдущие вещи, они отличные, то здесь качество где-то, наверное, на четверочку с натяжкой, потому что торчат нитки, где-то немного не так прострочено. Пуговицы как-то довольно дешево смотрятся. В общем, можно было бы сделать китайцам и получше. Очень мне захотелось себе такой цвет, потому что однажды я померила кофточку практически такого же плана у моей знакомой, и я никогда не носила такие цвета. А тут нам показалось, что действительно здорово, как-то необычно меня освежает и подходит. Когда я увидела на сайте такую маечку, мне захотелось себе ее взять. В общем, здесь вот это отверстие настолько узкое, узкое, нужна очень худенькая ручка. Нужно будет найти ей свою хозяйку, потому что сама по себе кофточка, в принципе, на лето очень даже неплохой вариант. А дальше покажу вам, что я купила в Икее. Я давно уже искала себе белую вешалку, чтобы она была не очень большая, не очень массивная по сравнению с той, которая у меня есть, которую я покупала у себя в городе. И я как-то уже заходила на сайт в Икее и искала себе белые вешалки. И там были, в принципе, такой же формат, который я и купила, полностью белые. Но сверху идет металлическое продолжение, потому что просто, чтобы была вешалка чисто белая, она получается слишком такой короткой. Но, тем не менее, я все-таки взяла, потому что у себя в городе я уже вряд ли, наверное, бы нашла чисто белую вешалку. Здесь еще есть в дополнение отсек для обуви. И, в принципе, неплохой вариант. Я думаю, она мне долго прослужит. Все так добротненько, мне кажется, держится и смотрится. Также для нее я взяла три упаковки таких вешалок. Просто тоненькие, беленькие. Единственное, что когда, если вешалку двигаешь, и вот эти вешалки начинают дребезжать, я также взяла себе гирлянду. Просто чисто белая. Кстати, не помню, сколько именно была вешалка. В районе двух тысяч, наверное, где-то, не больше. В общем, на все покупки у меня ушло где-то пять с небольшим тысяч. Вот такая гирлянда стоила, по-моему, то ли 990 или 890 рублей. Здесь 24 диода. И мне нужна была просто белая, светлая, чтобы можно было пустить ее на задний фон вместо моей обычной черной гирлянды. Мне кажется, она будет здорово дополнять задний фон. И все такое светленькое, беленькое. И не будет видно вот этих черных проводов. Даже, может быть, можно было взять еще одну такую. Но, в принципе, если еще раз поеду, скорее всего, в конце декабря, то еще раз себе такую возьму. Кто смотрел у меня влог-видео, я здесь вот оставлю как раз вам этот момент. Я присмотрела там тумбочку, по-моему, 6,5 тысячи рублей. Она стоила просто белая с выдвижными ящичками. И я подумала, раз у меня в туалетном столике мало места, я до сих пор даже полностью его не расставила косметикой. У меня так в основном все лежит в шкаф-купе. Но если эту тумбочку задвинуть под туалетный столик, то, в принципе, мне кажется, можно было бы уместить всю косметику там. И у меня был бы действительно именно свой косметический уголок. Если у вас есть такие тумбочки, я думаю, у многих они есть, напишите, как они функционируют, как вот эти дверки, нет ли такого, что они там через месяц, допустим, уже плохо открываются, или как-то скрипят, или еще что-то. Выберу себе такую тумбочку. Если по высоте, она у меня хорошо туда войдет. Взяла себе вот такую обычную простую вазу, более-менее большую, потому что у меня всего лишь одна ваза была, небольшого такого диаметра, и очень большие букеты в нее не помещались. Тоже вазочка, наверное. Помните, я кашпо брала практически в такой же форме, белые, но это было в рубль-бумбах, тоже многим понравилось. Здесь также можно использовать для кистей, и я уже представила, что если, допустим, кисточки лежат в таких же баночках, и рядом на столике в таком же стекле, допустим, какие-нибудь цветы, в принципе, уже смотрится, как какая-то единая композиция. Вообще можно сюда не только кисти, а как было показано в Икее. Различные композиции можно сделать вот с такими стеклянными вазочками, мне очень понравилось. Также уже подходя к кассе, я увидела набор таких игрушек на елку, мне кажется, для моих срованцов, которые могут, в принципе, побить, и чтобы самим не пораниться. Это что-то типа пластика, в общем, это не стекло, не такие настоящие, знаете, добротные игрушки. Поэтому мне такие как раз и нужны. Разные цвета у меня, в основном, будет красный цвет, и как раз здесь в сочетании с серебристым, я думаю, будет неплохо гармонировать. Скоро будет наряжать уже елочку, пишите, снимать вам видео или нет. И также меня просто покорил отдел с различными подсвечниками, они там настолько дешевые, я не знаю, я у нас в Ульяновске таких дешевых подсвечников не видела. И настолько классные ароматы. Я себе выбрала такие все ягодные ароматы. Взяла два подсвечника в стекле, чтобы можно было либо на новогодний стол, либо вообще использовать. Аромат просто безумный. Я думаю, у многих такие подсвечники есть, и вы, в принципе, знаете. Их также взяла, тоже ягодные, я только не поняла, что это. Да, Виктория, Малина, в принципе, здесь тоже. Обалденные. Просто не могу надышаться. Запах непередавальный. Взяла тоже пока три себе подсвечника. По-моему, вот эти 89 были, а вот эти чуть подороже. Но, в общем, что-то очень-очень недорого. Я реально была удивлена. И мне очень понравились. Но, правда, я, кстати, еще не пробовала их зажигать. Напишите мне, как они в использовании. Нравятся вам или нет. Ну и пока все. Скоро у меня также выйдет видео о покупке для дома, которое я делала в КупиВип. У меня целых две посылки. Одна, которая уже пришла. И вы, в принципе, можете видеть эти сзади подушки светодиодные. И также еще кое-что жду. Поэтому хочу дождаться уже и снять полноценное видео. Все будет для оформления заднего фона на видео. В общем, плед, различные подушечки. В общем, всякая красота. Я надеюсь, что у вас уже во всю предновогоднее настроение. Пишите, закупайтесь вы уже различными подарками. Ставите ли вы себе елку. Я планирую, наверное, через неделю уже тоже поставить елочку, чтобы уже наконец-то было такое новогоднее настроение и дома. В общем-то, как обычно, жду ваших комментариев. Увидимся внизу под видео. Пока-пока и до новых встреч. Пока-пока.